Друзья, всем привет! Здравствуйте! Сегодня у нас вахтанг влюбленный в ладу весту. В невесту, как ты гласил реклама в этот момент. Ты за ней гоняешь уже неделю? Да, гоняю неделю и каждый день ее открываю для себя заново. Ну и дверь открываю, и машину, и все более-более классное, более-более понятное. Давай сразу проясним, сколько тебе занесла веста? Детей занесла мне, ипотеку льготную и все вот это. И бесплатную парковку вместе с третьим ребенком. Именно, а ты все никак не уймешься, ты ищешь какие-то альтернативы и какие-то непонятные вещи привозишь, чтобы пытаться доказать, что лада такая себе, неладная. У меня нет цели что-то доказать ладе там либо вам. Скорее мне интересно. Да, вот я считаю, что лада делает неплохие автомобили. Лада это самый популярный бренд в России. И мне интересно найти, вот есть ли какие-то альтернативы. Либо наоборот, есть ощущение, что лада, она же тянется за китайцами. И сегодня у нас прям такой национальная битва. У нас волжский автомобильный завод против пекинского автомобильного завода. Это байк X35. Пекинская утка. Да, она самая машина, которой у нас ни разу еще на тестах не было. И любопытно попробовать. Вахтанг, что у тебя под капотом? У меня под капотом EVO мотор 1.8 на 122 силы. От Lancer EVO. Почти. Все эти разговорчики о том, что не хватает мотора, ладе, никуда не едет. Пожалуйста, 122 силы и у меня тут газовые поры и канистра моторного масла РНВ. Не потому, что все доливает постоянно. Мотор надежный. Да, вазовцы говорят, что они победили масложор. Он раньше на моторах 1.8 был, но сейчас вроде бы пока нет. Ну, масложор масложор, но масло нужно менять. Никто регламент в 15 тысяч не отменял. И чтобы этот мотор ходил долго, нужно, соответственно, хорошее масло. Заливать выбор большой, но если посмотреть на то, чем обслуживают машины в дилерских центрах и профессиональная индустрия, чем это масла РНВ, которые пришли как раз из профессионального сегмента. Мало того, что они рекомендованы многим китайским автомобилям. Да, мне как раз нравится то, что у РНВ есть достаточно большая линейка моторных масел. Есть нулевки. Кто-то их любит, кто-то ненавидит. Есть 5W-30, есть 5W-40. Есть даже пятнашки. Да, есть масло для трансмиссии. Например, я в родительскую Lada Vesta в коробку себе залил масло Рейнвелл тоже. Вот, есть, естественно, все остальные жидкости и даже антикор. Но подобрать масло можно на сервисе подбора масла. На сайте Рейнвелл нужно указать марку, модель, год выпуска, тип двигателя. Система покажет подходящее масло с допусками и другие технические жидкости масла, которые нужно автомобиль заливать. Да, и, кстати, я видел, там же система подсказывает не только рекомендованное масло, но и его количество, что тоже важно. Выбирайте. И вот этот вот новейший мотор работает, Игорь, в содружестве с вариатором, имитирующим 7 ступеней. Мало того, что есть запас прочности. Мотор выдает 170 ньютонов, коробочка рассчитана на 180. И, по идее, вот эта вот дельта, она должна способствовать долгой жизни коробке, но как это будет, покажет время. Пока не ясно. Чем ты можешь похвалиться? Я вижу у тебя гордую надпись турбо на грязном щитке. У меня действительно турбодвигатель, и китайцы в этом смысле очень девальвировали мощность и крутящий момент. Собственно, вариантов найти байк с атмосферным мотором на российском рынке просто нет. Но при этом отдача двигателя достаточно скромный. На самом деле, полтора литра с турбиной и всего 136 лошадиных сил и каких-то несчастных 210 ньютон-метров крутящего момента. Маловато, но посмотрим, как все это будет работать. Вариатор примерно такой же. А сейчас разгон с места до сотни. Ребята из байка консервативно говорят, что он должен ехать за 11,3. Для турбо-кроссовера компактных габаритов это прям долго. Ну, скажем, Chery Tigre 4 Pro. Таких же габаритов, с такой же полторашкой. Там 147 лошадиных сил, здесь 136. Он едет и с 10 секунд. Ну, это скорее такая психологическая какая-то величина. Тачка до 10 секунд и после. Посмотрим, сколько будет на самом деле. Пробег сейчас около 1000 километров. Каких-то специальных настроек нет, но у коробки есть как бы спортивный режим. И, кроме того, есть ручное переключение. Пошли. Ну, кстати, мне кажется, не так, чтобы плохо. Но вот это завывание. Где-то 5400 было и... Даже не сказать, что он слишком громко водит. Но то, что он вот работает на одной передаче, это, конечно, странная история. 9,3. Вот это да. Ну, он нормально едет. Если бы он еще переключал передачу, было бы, наверное, лучше именно эмоционально. Да, но 9,3 хороший показатель. На 2 секунды. Быстрее паспорта. И в этом смысле китайцы, конечно, прямо удивляют. Это достаточно быстро. Я думаю, что вес тут уж мы точно порвали. Так, друзья, товарищи. Игорь, автомобиль превзошел существенно заявленные данные свои по скорости. Но у него и момент побольше, и скорость, и сил побольше. Вес чуть-чуть меньше. Но я вот что скажу. Номинально в нем больше всего. Ну, это как были раньше на заре свои китайские смартфоны. В них были очень хорошие заявленные цифры по экрану, по батарейкам, по всему остальному. По памяти он им пользовался. Было невозможно. Он смотрит, куда меня Вольсваген зацепился ко мне. Значит, я помню, 12,7 заявленные у меня. Ускорение на 100 км. Вот. Парень в Hyundai, похоже, подумал, что я с ним решил зацепиться. А мне как-то пофиг вообще, что он там подумал. Значит, что там у нас до 65,0? 12,2. Ну, в прошлый раз было, по-моему, 12, но в любом случае это превосходит паспортные данные. Что требовалось доказать? Молодушка. Молодец. Тут, наверное, мне кажется, будет ничья. Потому что и та, и другая машина вышла из заявленного времени, но заявленное время было изначально разное. Но никто не слажал. Вот такие дела. А сейчас разгонная динамика с ходу. Так как байк приятно удивил, Женя едет со мной. Вахтанг, соответственно, едет один. Машина более низкая, более аэродинамичная. Это сейчас про Весту. Сейчас мы сравним. Готов? Да. Три, два, один. Пошли. Я дал небольшую фору Вахтангу, но никаких шансов. Не сказать, что мы прям как-то там особо далеко уходим, но уходим. Безудержная мощь и ураган скорости. Ну вот, я бы сказал, по ощущениям, конечно, турбонадув даже такой вот скромный. Ведь у меня преимущество всего в 14 лошадиных сил. И я бы сказал, что вот, ну, прям, ну, турбина везет. Ну, конечно, турбина везет. Ну, сложно поспорить с этим. Но если, мне кажется, в целом рассматривать машину, то есть машине не очень комфортно, то плевать с какой скоростью она едет, откровенно говоря. Ну, есть такое, да. Меня, например, вот очень подбрасывают полностью прозрачные стекла. Без какой бы то ни было, там, легкой тонировочки. У Весты они есть даже в базовой комплектации. А в топовом байке вот просто прозрачные стекла. Есть такая проблема. Но балл за динамику байк получает честно. Я думаю, ты со мной согласишься. Да, соглашусь. Я нашел еще одну крутость в твоей машине. Когда ты кому-то говоришь, на чем ты пряешь. Ты можешь говорить, я приеду на байке. Все такие, о, нифига себе, это мотоцикле есть сразу. Аплатируют, шапки снимают. Вахтанг. Ты же уже давно живешь с Вестой. Расскажи, как оно тебе? Ну, я продолжаю укреплять мнение, что Веста – это абсолютно нормальный, сбалансированный с точки зрения эксплуатации автомобиль. И мало того, что салон, все опции, все под рукой. Удобная посадка, удобная рулежка. Ощущение от машины, вот, не дешевое, нифига. Мало того, что у меня есть все зимние опции. Машина для России делалась. И все эти подогревы, руля, сиденья, стекла. Все это есть, разве что только ESPN. Ну, у тебя машина-то, объективно говоря, и не дешевая. Так что, а почему ты говоришь, что она должна быть дешевой? Извини, больше двух миллионов. Соответствующий результат. Учитывая, что байк стоит чуть-чуть дороже, чем Веста, опции-то в нем заметно поменьше. Есть обогрев лобового стекла, есть подогрев передних сидений. Но самое главное, это претензии к эргономике. Руль не регулируется по вылету. У меня какая-то маленькая приборка с обычными круглыми шкалами, не цифровая. Ну, вроде ничего, но как-то мелковато. Вот, хотелось бы, чтобы эти шкалы были покрупнее. И неудобное кресло. То есть, руль не взять на себя и сидеть не особо удобно. Подушка плоская, с нее сползаешь. Хотелось бы сесть пониже, но не получается. Здорово, что стойки почти вертикальные. И как бы места над головой достаточно много. Ты чувствуешь себя вот в таком, в кроссовере. Но как-то вот в остальном простовато. Пластик у меня жесткий. На передней панели есть имитация строчки. Но при этом пластик жесткий. У меня все ровно наоборот. Прямо все, что ты рассказал, можно отзеркалить. У меня мягкий пластик. У меня большой экран, в который выведен Яндекс русскоязычный с навигацией. У меня приятный, хорошо прорисованный дисплей на приборной панели. Вот. И материалы, в принципе, по дороге. Да, они жесткие где-то местами. Но они дают ощущение какой-то в хорошем смысле брутальности. Его по-хорошему не жалко. Он какой-то уверенный. У меня очень забавно выполнен блок управления микроклиматом. Удивительно. Но даже в топовой комплектации у байка нет климат-контроля. Нет, кстати, люка. Вы же регулярно пишите, говорите, что мы хотим машину без люка. Вот, пожалуйста, топовый байк. Люка нет. Но нет и климат-контроля. Очень любопытно оформленный блок управления микроклиматом. На таких сенсорных кнопочках. Но, собственно, климата нет. Даже в топе. Но у меня тоже климата нет. А мне твои вот эти вот кнопочки напоминают детские фотоаппараты. Или, знаешь, детские достойные игры. Ну, прям вот какой-то есть ребеночек в этом что-то. Согласен. Оно сделано вроде как бы любопытно, но я не могу сказать, что это функционально. Да, у Веста вот три крутилки. И вот сколько я на ней ездил, у тебя никогда нет никаких вопросов. Там стало жарко, там повернули ручку. Холодно, повернули. Вентилятор. Все просто и понятно. Здесь замысловато. То есть надо вот, если тебе что-то надо сделать с автомобилем, ты прям долго всматриваешься в эти кнопки. И черные, их видно хорошо. А есть еще серые клавиши, и их почти не видно. В Весте очень классно сидеть, ну, находиться в этом кокпите. Все, вот прям в него погружаешься, и прям достаточно регулировок всех, хватает нормального сердца. Мне очень понравилось, что у тебя очень высокая посадка. И даже, наверное, эта высота, про которую ты говорил, она, мне кажется, сыграет в минус. Потому что есть ощущение, что ты сидишь на табуретке очень высоко и в каком-то непропорциональном пространстве. Есть такое, но вот есть ощущение, что X35, он сделан еще вот по лекалам кроссоверов прошлого поколения. Когда кроссоверы делались из обычных легковушек путем именно вот просто поднятия кресла. Да, вот там, ну, как-то переработали чуть-чуть дизайн, да, а в салоне кресло просто приподняли. У меня единственный такой заметный плюс байка, это то, что салон чуть пошире. Ну и вот из функционала, да, у меня есть система стабилизации. Нет адаптивного круиз-контроля, круиз обычный, так же, как и у тебя. Вот ESP, ну и чуть более широкий салон, ну прям вот чуть-чуть. А в остальном, я бы сказал, он проще. Ну и исходя из всего вышеперечисленного, мне кажется, Игорь, мой автомобиль с ладьей имеет право на полновесный балл. Я согласен, тебе полновесный балл, потому что вес очень приличный, а байку, мне кажется, полбалла за систему стабилизации. Но все-таки это та опция, которая необходима современному автомобилю, я искренне это считаю. Я согласен, балл тебе, полбалла байку. Что касается светотехники, то у нас паритет. И там, и там диодные, свет и ближний, и дальний, и я бы сказал, что он примерно одинаковый. И у веса он очень приличный, ну и байк тоже как-то светит. По шумоизоляции между ними условно паритет, но нет. У веса шумнее работает мотор. То есть в городе на холостых ты остановился, и ты чувствуешь какие-то легкие вибрации от мотора, просто на холостых. У байка мотор работает помягче, особенно если вот там коробка в нейтраль, то догадаться о том, что работает мотор невозможно. Но с ростом скорости сказывается хуже шумоизоляция от дороги. Поэтому для города, наверное, эта машина будет чуть покомфортнее. Для трассы будет потише Веста. И по расходу топлива я бы сказал примерно паритет. Вестовский мотор не назовешь особо экономичным, но он поскромнее по мощности, и поэтому просто не может много сожрать. Да, у байка все-таки худый, бедный турбодвигатель, он посовременнее. Поэтому на круг, наверное, ну там, начиная от 7 до 9 литров, в зависимости от стиля езды, поровну и тот и другой допускает использование 92-го бензина. Заявленный дорожный просвет у Лады 203 миллиметра, но по опыту предыдущих тестов мы знаем, что почему-то Веста даже в исполнении кросс покрышку нашу не проходит. Хотя она с годами не меняется, ее высота ровно 200 миллиметров. Пробуем. И, кстати, сзади тоже было слышно чем-то над чиркой, то ли выхлопом, то ли балкой, но, собственно, вот, ну почти не сдвинулось. У байка дорожный просвет 180 миллиметров. Байк X35 собирается в Калининграде, в России. И я рассчитывал, что этот автомобиль будет, ну так или иначе, адаптирован к российским условиям. Но, когда я заглянул под него, я сильно огорчился. У него, в принципе, нет никакой защиты двигателя. У него стальной поддон мотора, стальной поддон вариатора. И все, вот я все это могу увидеть своими глазами. Они установлены выше, чем, например, поперечно. Но поперечно она установлена уже за мотором. И, вообще, ну выглядит печально. Защиту двигателя сюда точно ставить придется. Но мы испытываем автомобиль вот в том виде, в котором вы его заберете от дилера. Если вдруг купите. Пробуем. Не, ну, кстати, не так плохо. Он ее вот чуть-чуть продвинул. Да, вроде бы в 18 сантиметров маловато. Но при этом покрышка далеко-то не уехала. Так что даже если вы поставите защиту двигателя, я думаю, те самые 18 сантиметров там останутся. И, может быть, даже машина будет их легче проходить. Потому что покупать себе кроссовер без защиты, мне кажется, ну, это совсем странно. Игорь. Я. Обратите внимание, сколько здесь у меня места. И насколько комфортно. Смотри, диван какой длинный. Диван длинный, но... Как вы любите говорить, чтобы коленки подвешивались. Да, но плосковат. Передний кресло установлен достаточно низко. Как положено, легковушки. Но не положено кроссоверы. И вот даже мои кроссовки помещаются туда с трудом. Воздуховоды. Воздуховоды, кроссоверы, все понятно. Воздуховодов нет. Да, подогревов пока еще нет. Есть одна USB-шка, 12-вольтовый разъем. И диодная лампа. Обилие пистонов, чтобы потолок нормально держался. Над головой два с половиной пальца. Место для ног. Наверное, вот так вот. Но пойдем посмотрим, как в байке. Я думаю, там интереснее. Правда, мы много раз вам рассказывали. Ехать далеко можно. Ну, как-то вот так вот. Посмотри, Вактанка, сам диван... Не могу схватиться ни за что. Да, но есть ручки сверху, они не бухают. Диван покороче. Я бы назвал это жердочкой. Да, он как-то... На половину ягодицы. Но, ты посмотри, насколько высоко установлено переднее кресло. Насколько много места внизу. И при этом оно какое-то низкое. Обратите внимание, вообще само по себе хоть куция. Да, но мы сидим, вот и хорошо видно и окна. Побольше стойки не так сильно заводят. Прозрачные. Да, стекла абсолютно прозрачные. У них нет никакой тренировки ни спереди, ни сзади. Подлокотника также нет. Есть также одна USB-шка. Разветочки нету. Да, 12-вольтовые. Такого у тебя на манер Мерсесов здесь, смотри, все вот в ромбах. Ромбов много не бывает. Смотри, над головой четыре пальца. Пистоны тоже, как в ладе. Да, меньше пистоны. Меньше. Ну, минус балл, меньше пистоны. О, это больше места для ног. Из недостатков я бы сказал, что совершенно нет подсветки. Ну, это прям совсем неудобно. Даже не понятно, как вот быть. Клучину. А вот если есть пепелинца, ну, это ниша, то у него будет пепел. Но я бы сказал, что все равно, вот балл байку, не потому, что он какой-то великий, а потому, что, собственно, лад это тоже простовато. Балл байку, мужчине балалайку. Согласен? Ладно. Перед тем, как сравнить багажники наших автомобилей, мы посчитали количество шрифтов, которые используются на корме лады и байка, и обнаружили сразу по три. Здесь написано байк, такие вот вертикальные буквы обычные. Здесь такой замысловатый шрифт, и даже с первого раза не поймешь, что это. Но это бейджинг. И здесь курсивом с наклончиком x35210t. Ну, они разные. У меня они, по крайней мере, все в одном стиле. Гамма шрифтов. Я согласен с тем, что стилистически, наверное, у ватовцев получилось чуть лучше, чем у байка. Но мы все-таки про багажники. Открывай. Как-то он тяжеловато открывается. И я первый раз, когда его открыл, я был в шоке. Вот так вот ты смотришь. Ну что, ну нормальный же автомобиль, да? Какой-то вот там нормальный шрифт. И ты открываешь, и видишь, что проем забыли вырезать. Вот почему вот нельзя было вот так вот аккуратненько пильнуть? Я не знаю. Заявленный объем багажника 390 литров. У тебя сколько? Ты мне байки не рассказывай. У меня 480 литров. И у меня совершенно вменяемая глубина. Да, мы специально взяли коврик из байка и положили в ладу. И обнаружили, что по ширине, да, байк имеет небольшое преимущество. Вот здесь вот внутри он на 8 сантиметров шире лады. И здорово, что внизу нет никаких выпирающих элементов. Но погрузочное пространство у меня намного вменяемое. У меня тут совершенно прямая граница. Да. И вот тут совсем чуть-чуть. У тебя там, ну вот... Я не понимаю, вот что помешало сделать вот так вот. И вот у тебя колобок здесь. Да. И очень мало длины багажника. У тебя под полом что? У меня под полом, покажу попозже. Ты мне скажи, что у тебя вот за люк вот этот вот странный здесь. У меня под полом узенькая докатка и ничего лишнего. А у тебя? У меня есть колесо, не подходящее к этой машине формально. Оно как бы не докатка, но оно от стандартной версии не кросс. То есть, ты можешь ехать, но не быстро, если проколол колесо. Но, по крайней мере, будешь выглядеть не как с костылем. У меня здесь хорошая шумоизоляция. Обратите внимание, органайзер. Не, ну и удобно, что по бокам есть сеточки. Здесь тоже есть какие-то полочки. Сетки, ниша, крюки. Все вот это вот. Ну, тут прям можно жить, возить гостей. У тебя здесь спаниель поместится. Два месяца, бедолага. И, наверное... И все. И все. Ящик вейпа. У меня, пожалуйста, рассада. Сидения складываются. Собственно, на бумаге разница 100 литров, а прибавив к этому еще вот этот сильно зауженный проем, у меня нет никаких слов. Бал твой, Вахтан. Удобно атаку неприятеля отражать. Тут есть спрятаться за что. А у меня, да, я забираю свой вал себе вот так вот полноценно. И выигрываю эту битву. Так как у меня нет защиты двигателя, мы решили, что байк поедет вперед. Потому что вроде бы, при том, что мы увидели там похожий дорожный просвет, но у байка он был чуть-чуть ниже. И, собственно, Лада за это получила плюс полбала. Так вот, одно дело, когда есть хоть какая-то защита, да, ты на ней где-то проползешь. А здесь, когда у тебя просто вот так вот, там, двигатель, коробка, ладно, ну, дальше идет вот так просто поперечина передней подвески. И, ну, как вот ты ей упрешься во что-то, зацепишься и ни вперед, ни назад. Это, пожалуй, главная проблема байка. Но, с другой стороны, у меня есть система стабилизации, которая может хотя бы хоть как-то там перекидывать момент между передними колесами. она может подтормаживать буксующее колесо и таким образом помогать машине ехать. У Лады, к сожалению, этого нет. В Азовсе обещают, что это появится там где-то в конце лета. Ну, посмотрим. И, на самом-то деле, он поскрипывает. Машина совершенно новая. Вот пробег там сейчас 800 с небольшим километров. И где-то вот на перегибах она издает какие-то посторонние звуки. Удивительно. Новая тачка. Ну, жестковая. У Лады явно комфортнее. У нее как-то лучше энергоемка. И здесь она плотновато. Я стараюсь аккуратненько. Ну, потому что машина почти новая. Не хочется там ни пластик покосать, ничего. И вот здесь вот эта вот такая раскисшая грязь. Пробуем. Аккуратно. Именно потому, что нет защиты двигателя. Была бы железяка, может, было бы ходом. Ладно, там, ну, лег на защиту и лег. А тут, в общем, как-то... Вроде погодка солнечная подсыхает. Удивительно, что она никак не ограничивает мощь. А вот и все, кстати. Мне кажется, я провалился. Я чуть-чуть подсел от машины. Я прям увидел, какая-то была ямка. Она подсела, и все. И мы сейчас лежим ни вперед, ни назад. Сейчас посмотрим, приедет ли сюда Вахтанг. Посмотрим, есть ли у Вахтанга трос. И третий вопрос, сможет ли Вахтанг меня отсюда выдернуть. Ну, либо будем, как обычно, толкать. Проверим внедорожность потомка девятки. Как уже мы не раз говорили. Но я считаю, что я проеду дальше, чем Игорь на байке. Потому что Веста, она как-то чувствуется обстоятельнее. Мне кажется, почему-то, что... Судя по тому, как работает его вариатор, Кажется, есть все шансы, что вот он застрянет в очень обозримом пространстве. Не хочется плачь, как это мобильник. Уже вон, господа шашлыкующиеся тут собрались. Ну, о, уже смотрят такие. О, машин застряло! Это же прям классно. Девка пальцем показывает на меня и ржет. Превышение допустимой скорости. Вы считаете, что я застрял? Я считаю, что я выйду отсюда. Давай. Вперед. Сейчас я ему делаю всех. Даже он пес, беленький пес прибежал. Удивительно, все равно газ ее подглушает мне хоть. Хоть и ESP и нет. Но 122 силы и Игорь. И одна Игоревая сила помогли мне выбраться из западни. Но надолго ли, непонятно. Я долго изучал бампер в поисковой буксировочной проушной. Оказалось, что вот она. Железяка, приваренная к кузову. Удобно. Собака. А ты какой? А вот она. А ты какой? А ты какой барбус. А вот тут на самом-то деле такой вот сомнительный момент. Я уж не знаю, что удобнее. С одной стороны, когда буксировочная проушная на кузове, это удобно. То есть ей не надо никуда лезть, особенно если полный багажник. Все хорошо. Но в то же время она спрятана вот здесь достаточно низко под бампером. Но мало того, что, естественно, это делается на ощупь, так еще и если машина застряла, то непонятно, как до нее добираться. Пробуем. Воктанг, давай. О, вообще. Все, спасибо, хорошо. Да, вообще, вот не хватало совсем чуть-чуть. Может быть, можно было и толкнуть. Но мы проверили Весту. Но пока победу Весты я бы не признавал, потому что сюда Веста не доезжала. Итак, друзья, значит, Игорь выехал при помощи Весты и не угомонился. Вон он. Нам совершенно случайно встретился наш зритель, который мимо проезжал на Джимни и сказал, что он совершенно никуда не торопится и до пятницы совершенно свободен. Поэтому, мне кажется, мы вполне себе можем попробовать забраться куда-нибудь подальше. Слушай, Джимни нас точно должен... Ой, и она заглохла сама. У меня вот включен драйв, ей ничего не делал, я просто дал газку, она буксанула и заглохла. У китайцев такое бывает, хотя, ну вот как? Она почему-то вся мигает, у нее горит ошибка подушки безопасности. Смешно, у нее все мигает на панели. Я вам сейчас покажу. Это странненько. Ну, заодно просто хочется проверить устойчивость вариатора к перегреву. Вы же пишите нам регулярно в комментариях, что на вариаторе нельзя буксовать. Вот у нас есть вариатор, даже два. И мы на них буксуем как можем. Но что-то буксовать мы можем хорошо. А вот с ездой есть некоторые проблемы. Что-то резина настолько барахла. Здесь, надо сказать, подъемчик. Я уж не знаю, видите вы его своими глазами или нет. Вот. Подъемчик физически есть. То есть вот если бы не подъем, то мы бы, естественно, по-ровному мы бы как-то ехали. Вот у меня газ утоплен в пол, больше трех тысяч, коробка не дает крутить. Ладно, последняя попытка с разгону. Я сел, мне кажется, ровно на том же месте, откуда у меня выдергивали. Даже чуть раньше. Да. Давайте так. На вариаторе буксовать можно. Ехать на летней резине на переднеприводном кроссовере нельзя. Вот совершенно. Сейчас посмотрим, сможет ли вахтанг забраться так же далеко, как забрался я. Вот еще на три метра вперед. Так. Ну, шутникам прокладку посвящается. Давай-давай-давай. 72 километра в час показал мне. Но ты проехал на 1 метр и 20 сантиметров дальше, чем я. А я сейчас проеду еще раз только уже. Но видишь, клево то, что она у тебя буксует. У меня тут так сильно она не буксовала. Потому что у нее нет ESP. Да, у меня отключен на ESP, но все равно больше трех тысяч оборотов она мне не дает. Смотри, сейчас я как проеду. Вот ровно с этого места ты меня сдергивал вахтанг. Напоминает мультик про Карлоса, когда малыш говорит, когда я тоже буду жениться на сестре своего брата. Вот тут, мне кажется, я тоже буду посидеть в том же месте, где и ты подзастрял. Попробуй чуть назад, может быть. В прошлый раз досталось Женя, на этот раз меня... Это так забавно, когда машина вообще не рулится. Ни вперед, ни назад. То есть я кручу руль, а ей, оторвально говоря, наплевать. Ну, я считаю, я прибыл в место назначения. Вот такие дела. Первое знакомство с байком вышло комом. И этот ком, он пролетел и, собственно, разбился. Ком, картечь и... Да, да, да. Собственно, единственное, что он выиграл безоговорочно, это динамику. Да, у него больше места сзади, и все. Машина все-таки достаточно простая, шумноватая, просто оснащенная. Да еще и она плохо выступила на бездорожье. Да, на вариаторе можно буксовать, но в случае с байком система стабилизации не дает реализовать полную мощность мотора. А хотелось бы. И, собственно, получается, что Веста побеждает. Вот это, что девяточники знали наперед, что будет. Потому что Веста победила, вытащила тебя. Ну, ты какой-то момент начал вес, то у меня даже если золотой зуб в знак победы вытащил всех этого парня на Сузуки, даже мне застрял там, я убернул вес. А у меня есть золотая грязь, вот на всех джинсах. Как пилал Николай Басков, золотая чаша, золотая. И мы не стали раздавать отдельно баллы за цену и за нюансы обслуживания. Если по цене между этими машинами более-менее паритет, то с точки зрения простоты эксплуатации, доступности сервиса, я думаю, что с Ладой не сравнится никто. При наличии рук прямых. Даже количество дилерских центров. По Москве и в целом по России. Ну да, и безусловно больше, ну и плюс известные нам магазины автозапчастей, синий и желтый, ну в них просто зашло, в пакетах вынес запчасти. Вы вообще можете всю машину по частям вынести и собрать в гараже, и сделать такое прекрасное изделие. Да, я боюсь, что в случае с байком, там, не знаю, попади на нем в аварию, ну просто вот обычное регулярное ТО. Окей, в Москве, там, в Питере найдется какое-то количество дилерских центров, но дальше вглубь России их будет совсем мало. Так что мне печально констатировать, но мы нашли китайский автомобиль, который наконец-таки уступил Ладе Вести. Бахтан, танцуй. Не умею танцевать я. Да, мне выгонялись от школьных дискотек, вот, поэтому кто хочет смотреть, слышать и читать, нас, меня, Игоря, Женю Катарстепановича, подписывайтесь на канал, кто не подписан, проходите в Дзен, по ссылкам вот здесь, Телеграм, свежие автомобильные новости, больше текстов, больше картинок, и вот это вот все. И весь интернет наш, спасибо, что были с нами, Игорь придет отмываться, я пойду на мойки самообслуживания из Керхера ополосну. Всем хорошего дня. До новых встреч, друзья. Ура. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова